Москвичи не очень бы хотелось но тем не менее это тоже люди должны жить все но у меня обращение все-таки от коренникам значит а обращение по поводу недавнего спектакля который прошел буквально днями под вывеской выбор под режиссурой нашего избиркома и художественного руководителя элочки все это происходило с моим участием вот в этом здании которого за моей спиной значит это действо хотелось бы поделиться всем накопленным значит то что происходило в советское время не очень то мы конечно и верили в объективность тех выборов но по моей оценке это не очень нас трогало в той в том плане что государство было наше и государство за нас стояла хотя были выборы номинальные но выборы были номинальные из представителей рабочих и служащих это действительно были москвичи и все-таки обращение скажем к выбранному там даже мы не очень-то знали этих депутатов было действительно действенное и можно было хоть что-то добиться ныне значит все это происходит особенно последнее время это вообще меня очень удивило я когда обращаю посмотрел бюллетень во первых это ядра сня в основном сергей семёнович обязательный значит и там есть коммунист в общем про партии про эти самые парламентские партии и там они конечно все отмечены очень ни одного из них кроме зюганова леонид андреевича я там не знаю ну и конечно сергей семёновича великого нашего вот зюгановым это случай значит был такой по линии моссовета а есть такой граждан за сср граждане значит и моссовет по линии моссовета была встреча по с леонидом андреевичем зюгановым его я не знаю знаю что он коммунист я православный но тем не менее поскольку поскольку это нас задевает тематика я там присутствовал и так сказать мы там своим мнением поделились всё вот это всё моё о днём знакомстве вот далее люди совершенно не незнакомые не знаю мало того выборы подготовлены совершенно каким-то странным образом только художественное руководство конечно элочки значит кто они такие что они такие чего они хотят куда они идут я думаю что они даже и не знают куда они идут тем не менее из этой группировки надо было выбрать кого-то честно сознаюсь покаясь перед вами что я пришёл на выборы бюллетень испортить насколько это правомощь не правомощь сейчас ты даже не знаешь на какое слово тебя загребут но тем не менее я пришёл для того чтобы в конечном счёте то что мне возможно предоставлено номинальный конечно я пришёл его испортить я поставил галочки кроме Сергея Семёновича против всех насколько это легитимно нелегитимно учтено не учтено мы с вами только можем подозревать но я вот это вот действую сделал ткаюсь значит на чём это основано недоброй памяти наш Чубайс значит в давние времена помучившись с выборами с этим волеизъявлением народ которое было выплеснуто просто 30 лет тому назад на все улицы значит он пришёл к выводу и своей волею сказал что ныне графа против всех отменена тем более предел явки отменён а дальше ребята вы обязаны обязаны прийти ну обязаны обязаны соглашаемся с этим и проголосовать а и обязаны выбрать а выбирать в общем ну принудительно начальника тюрьмы обязаны выбрать демократия вот дальше мы видели с вами как насколько это всё дело продолжалось Москва как пылесос засосала миллионы маргинального мигрантства маргинального совершенного Сергей Семёнович Собянов своей волей с Хульснульным на пару насколько я осведомлён значит эту ораву подготовили к маргинальному выступлению маргинального мусульманства мы это с вами видели это был ужас для Москвы мало того Сергей Семёнович пришёл к тому что для этой маргинальной втянутой группировки которая вооружена объединена организована и приехала сюда только заработать и захватить значит он решил устроить мечеть на 60 тысяч человек это знаете стадион очень такой немаленький плюс при этом должна быть территория охваченная каким-то там коммерческими интересами чтобы всё это окупить и всё это было сделано директивно люди возмутились стали выступать уж не знаю что на что повлияло но вроде бы это замяли не извинились не объяснили но вроде бы это замяли и это дело прошло значит для нужд заезжей группировки у Сергея Семёновича душа открыта для нужд москвичей вы сами этому свидетели за моей сменой вот есть школа а дальше вы можете какая перспектива застройка ну хуже чем трава а ещё если дальше выйти туда посмотреть там стоят я бы сказал собянинские гробы когда подходишь к ним и так сказать задираешь голову то шапка падает там я не знаю как люди живут там потому что уже я наслышан на какое это удобное жильё во всех качествах даже те люди которые за миллионы купили у них есть чего сказать насчёт социального обеспечения жильём вы знаете что это дело порушено напрочь оно конечно там решается но это какие-то не могу сказать какие-то персоны выборность определённые значит ну люди вроде бы как получают но это видимо для того чтобы поставить галочку как мы ставим галочку когда надо получить пирожок который Сергей Семёнович по какому-то поводу там кому-то отпустит вот дальше мы эти выборы насколько знаем помимо вот этих вот отмены низкого нижнего парома барьера значит есть ещё такая вещь как привлечение бюджетного аппарата и тех же мигрантов на выборы и вдруг мы с вами выясняем конечно это была такая тайна я год тому назад знал что это будет тайной вот что будет такая соединительная процедура но Сергей Семёнович обязательно победит это крайняя неожиданность для нас до всех причём мы узнали что 70% с лишним Сергей Семёнович а по стране парад ядросней просто парад они так провалили всё так всё затоптали что мы все согласны что по-другому жить мы никак не можем только в объемку с ядросней и вся эта братья которая сейчас вышла значит мы должны понимать война значит полный провал по всем показателям и другого выхода нет ребята смиритесь согласитесь дальше будем действовать так же для того чтобы вы не очень беспокоились о своём дальнейшем я так понимаю президент обеспечил выезд особенно надёжно никто не пострадал кто нахапал как следу там Чубайсы Абрамовичи Кудряши и всякое прочее братья плюс ещё интеллигенция которую называют я бы не назвал её интеллигенцией но ребята так считают они такие значит ну хорошо пускай они будут интеллигенны и живут там видимо неплохо вот дальше нам на выборы применили весьма объективный такой инструмент называется свобода называется как же они не свобода господи забыл слово подскажи удобство удобство на пеньках голосуйте где угодно голосуйте в постели голосуйте по телефону голосуйте хоть почтов голубиной почты неважно как всё принимается юридическая чистота отменена напрочь никто в этом не участвует и никто в этом не виноват значит и мы с этими удобствами конечно вот сюда я пришёл взял бюллетень и мой паспорт пропустили через электронку попросили расписаться там на приборчике я конечно отказался вы знаете затратили минуту на составление какой-то бумаги которую для меня лично отпечатал только для меня где я расписался что я получил бюллетень значит не знаю куда эта бумага пойдёт и при такой безалаберезности и заранее выделенному результату зачем это нужно это смешно но тем не менее передо мной частоту соблюли я там расписался взял этот бюллетень и хотелось бы много сказать насколько это всё провально и насколько это необъективно и насколько это вообще подставочно но я думаю что добавить каждый из вас может а поделиться очень просто хотелось перед этим безысходством полным безысходством и перед тем что нам готовят ныне избранной не народом а эллочкой наш любимый Сергей Семёнович который натворил в Москве мало не покажется но всё это гробы крашены это всё для того чтобы только хорошо закопать завтра он наверное будет каждой кухне проводить шоссейную дорогу не меньше потому что по другому уже ну я даже не знаю он талантливый человек у меня фантазии не хватает а у него фантазия гипит просто бюджет Москвы беспредельный бюджет Москвы значит направлен только на закапывание в землю насчёт социала к обеспечению понижения скажем дороговизны беспредельной совершенно который несётся просто ввысь эти коммунальные услуги которые не услуги а коммунальные поборы значит всё это Сергею Семёновичу обеспечить с полной реяностью которая ему предоставлена нашим волеизъявлением спасибо за внимание дорогие москвичи господи господи очень неправильно мы